ПЕСНЯ Весело, задорно, с народными песнями и танцами прошел фестиваль «Уральские самоцветы». Традиционно он проходит в стенах Дворца Творчества. В этом году его провели под открытым небом во внутреннем дворике. Ежегодно наш фестиваль собирает огромное количество участников. Это ребята из творческих объединений, учреждений дополнительного образования, творческих коллективов, которые работают, трудятся на базе обзывательных школ, разных направлений, разных жанров. То есть сегодня мы можем увидеть и традиционные наши промыслы и ремесла, и также современные направления в творчестве. Организации представили на столиках свои работы. Их оценивали компетентные члены жюри. Это сотрудники Дворца Творчества, станции юных техников и отдела по делам молодежи. Когда оцениваешь вот в этом году более 300 работ, конечно, глаза разбегаются, и совершенно тяжело выбрать какие-то гран-при, первые места, потому что каждая работа уникальна и носит какой-то свой характер. Номинаций множество, и мастер-классы мы сегодня будем оценивать, и творческие коллективы, а также меня, например, лично тронула такая номинация, как изготовление кукол, потому что когда своими руками творят такую эксклюзивную работу, это всегда очень интересно, в которой вложена душа. Одними из участников фестиваля стало учреждение дополнительного образования «Улица Мира». На их столе уютно расположились коты, зайцы, вороны, выполненные в различных техниках. Так как мы любители росписи, у нас, соответственно, есть росписи северных наших регионов России. Это и Мизенская, и Пермогорская. Есть новая, например, береста с росписью, или детские игровые кубики, азбука Мизенской росписи. Также мы представляем валяние в мокром виде, дети у меня валяют. И совершенно, наверное, новое, но это новое исходит из старого, ватная игрушка. Также на мероприятии были проведены мастер-классы на любой вкус. Например, юных модниц заинтересовало бисероплетение. Они попробовали самостоятельно сплести кольцо. Интересный мастер-класс? Да, очень, мне нравится. Что вам здесь особенно понравилось? Ну, плести, шить, все вот такое, что можно сделать своими руками. Еще в каких-то мастер-классах участвовали? Ну, только шуте и бисеры, плетение и все. Рисование. Ну и рисование, да. А вот Анна Зверева занимается уже несколько лет керамикой и уже может обучить этому ремеслу других. У ее стола нет отбоя желающих помять глину и создать своими руками небольшой сувенир. Что сегодня за мастер-класс вы сегодня представляете? Сегодня представляем сову из глины. Как вы ее делаете? Как объясняете? Я делаю и объясняю. Мы ждем всех, пока все сделают. Потом мы даем коробочке, они могут ее положить в коробочку и забрать домой. И дома, когда они высушат, они ее раскрасят. За участие в мастер-классах гостям давали жетоны, которые они могли обменять на сладкий приз. А закончилось мероприятие торжественным награждением призеров фестиваля.